Приборов нам хватает, автомобилей нам хватает. Первый поворот прибыл, пару сейчас усмотрели. Считали ошибки, все понятно. Ну я просто смотрю сегодня, осваиваюсь. В принципе, узнать все, что вообще возможно. С вами Павел Клюкин. Сегодня у нас батл сканеров. Мы находимся на практической площадке инжинирингового центра Smart. В баттле принимает участие порядка 20 автомобильных сканеров. И мы смотрим, на что они способны. Критерий такой. Мы берем, потому что сейчас выдаем сканеры, они подписаны. Идем к машинам. Каждый берет сканер, который хочет, пробует. Единственное, что нужно будет по сканерам заполнить рецензию. Потому что мы потом будем общее мнение складывать. Для того, чтобы у вас было мнение свое. К чему подключился, к чему не подключился. Комфортно работать, некомфортно. Как русифицировать. Хорошо, плохо. Как быстро он работает. Все ли блоки он увидел. Как параметры отображает. Корректно, некорректно. Это все нужно запомнить. Взять другой сканер, там запомнить. Третий, там запомнить. И из этого мы просто сделаем некоторый такой рейтинг. Для того, чтобы мы сегодня решили, чем комфортнее работать. А что нужно брать или не брать. Достался аппарат Лаунч. Автомобиль Ниссан Тиана. Хотелось бы залезть в блок управления вариатором. Посмотреть, что там будет происходить. Включая, что было сделано уже хозяином. Узнать все, что вообще возможно. Вытащить из мозга этого автомобиля. Скажем так. Блоки, какие есть. Блоки управления. Проинвестировать полностью. Системы. Вот этот. Автомат. Не пугайтесь. 2,3 бензин. А у тебя же 111? 2,7 бензин. 2,7 бензин. Это 220 бензин. Неудачно. Такое бывает. Еще это страшно. Когда? Удалять мы не будем. Удалить тебе ошибки. Не лезь в агрегат, не мешай муравоу. Аутел достался. На 708. Маленький. На 708, наверное. 1,7 бензин. Почитали ошибки. Все понятно. Ну, не хватает параметров оригинальных. Их надо где-то выискивать. 2,7 бензин. Надо посмотреть, есть ли они на 806. Помимо учебного оборудования, в тесте принимает участие еще 10 автомобилей. Давайте я кратко покажу. Это Mercedes. Также в тесте принимает участие Sun Yong. У нас сегодня автомобиль Hyundai. Автомобиль Audi. Больше всего интерес, как я вижу, вызывает BMW. Автомобиль Nissan. Автомобиль Toyota. Еще один Sun Yong. Автомобиль Kia Optima. И Nissan Almera. То есть, итого 10 автомобилей, плюс порядка 7 учебных автомобилей-стендов. То есть, 17 автомобилей, порядка 20 сканеров. Сегодня мы подключаем и смотрим, кто на что способен. Приборов нам хватает. Автомобилей нам хватает. Это все интересно за счет того, что автомобили все разные. Нет у нас повторяющихся автомобилей. Два Sun Yong. У нас два Sun Yong, они разного поколения. Они разного поколения. Они разного поколения. У нас два Nissan, они разного поколения. И именно в этом и заключается интерес. Посмотреть, какое оборудование лучше работает, с каким автомобилем, для того, чтобы сделать вывод, что себе же покупать. Мы, как первооткрыватели, начинаем делать это. Мы работали с Altel 808 и 906, и еще 908 Pro. Ну, 908 многофункциональный. В принципе, скорее всего, средний вариант – это 906 БТ. Потому что нечто среднее между 8, потому что 8, некоторые машины читали. Даже вот 908 Pro почему-то не прочитал. Ну, как бы 908 более функционально. Ну, а так по цене – 906. Сегодня, значит, поработали с Lounge X431 Pro и с Altel 809, 808 и 806. Значит, ну, честно говоря, больше склоняюсь на виду того, что немножко работал с Lounge. Мне больше понравилось почему-то Altel. Altel, в частности, это 908. Я бы себе, если вот Altel 908, Altel 808, и, в принципе, мне 808 больше всего понравилось. Очень хорошие функции, очень хорошо работает и очень быстро работаешь с машиной. И практически все видишь. То, что надо видеть диагност. Все, спасибо. Так вот второй прибор, тоже Altel, 906, до этого был Altel 908. Ну, первый понравился прибор, второй сейчас досмотреть. Пока что не знаю. Ну, а Altel более-менее, мне кажется, чем другие. Я работал сегодня с приборами Altel, конкретно Maxisus. Был 906, по-моему, 908 тоже. 808. Какие приборы я выбрал бы для себя, я бы выбрал для себя, наверное, 908. Почему? Потому что очень информативный, большой экран, очень удобно работать. В принципе, параметры показывают достоверные. Есть функции программирования, это главное для меня в работе в сервисе. Также работал лаунчем. Лаунч показался, конечно, менее информативный, и параметры мне показались немножко кривоватые. Работал с приборами сегодня Scanmatic. Достаточно информативно на базе, показывает параметры все, и работает довольно-таки четко. Сегодня поработали с лаунчем, и Maxisus 906. Если бы взять, скажем, смотря, с каким машином поработать, лучше бы брать, скажем, Altel 906, да, хорошее оборудование. А есть машины, которые лучше с лаунчем поработать. Ну, это сложный выбор, просто надо самому выбрать. Чтобы подытожить, наверное, лучшим решением для начинающего диагноста будет Altel Maxidas 808. Это лучшее соотношение цена-качество. Либо это набор клонов. Если человек работает с определенными брендами, себе бы я купил VAS 5054, потому что я люблю VAS диагност, VCDS. И, скорее всего, мультимарочный сканер, скорее всего, это будет Altel. Субтитры сделал DimaTorzok